Договорились говорить стихами, но моих гостей я представлю в прозе. Замечательные профессиональные поэты Лариса Рубальская и Андрей Дементьев. Добро пожаловать на сегодня вечер. Лариса, я знаю, что до того, как вы стали знаменитым поэтом-песенником, и вы были переводчиком в японском журнале «Асахи», да? В японской газете «Асахи», да. В японской газете. Поделитесь опытом вообще. Японцы – поэтический народ. Я бы не сказала, что они – поэтический народ, потому что в японском языке невозможно ее величество рифма, который сделает стихи такими, какими мы их любим. У них просто есть ритмика, а это для поэзии совсем не то. А вот какие-нибудь свои любимые стихи можете прочесть? На русском языке? Да. Ты любимый, у меня не первый, Сколько было, счет я не вела. Прошлое взлетело птицей серой, Вздрогнули прощально два крыла, Вычеркнули прошлое из жизни, Спутал даты все и имена, А в бокалах золотились брызги Крепкого вечернего вина. Я боюсь, что это только снится Грешных мыслей раскаленный бред, И к утру растает, растворится Голубым дымком от сигарет. Как гудят натянутые нервы, Где ж ты был так долго, милый мой? Ты любимый, у меня не первый, Ты не то седьмой, не то восьмой. Кому посвящены эти стихи? Всем, всем, да. Всем не первого. Всем досталось. Андрей Дмитриевич, мы знаем, что вы 21 год отдали журналу «Юность». Вы знаете, это было прекрасно, Потому что журнал «Юность» Это был журнал, который, по-моему, любили все. Тираж был невероятный. Мало того, что там печатались замечательные писатели И разных поколений, И молодежь талантливая, конечно. Вот человек напечатался, И на другой день, он утром, он уже знаменит. Однажды прихожу, значит, Сергей Федорович Бондарчук, И как-то, значит, пришла, принесла свою новую повесть Людмилы Марковна Горченко. Вот, я уж не говорю там о Борисе Васильеве, Знисенске, Евтушенко, там, ну, и так далее, там, войной. Да, да. Вы знаете, это так было интересно, потрясающе. То есть, вы понимаете, я жил этим. Это такое удивительное состояние, и я просто счастлив.